всем доброе утро я наконец-то сегодня последний день у меня завтра я улетаю на Пхукет и у меня последняя возможность в этой поездке по крайней мере съездить на главную гору Чантмая и посетить его главный храм я наконец-то выбралась нет дело не в контенте просто я туда вот все это время чувствуешь надо поехать ночью как-то не срасталась а сегодня наконец-то наконец-то сегодня есть внутренние силы внутреннее желание невозможно я туда поеду а фишка в том что у меня почти закончились деньги буквально у меня есть 240 бат 10 долларов и 1000 рублей но это местная маршрутка я сейчас дойду до остановки где собираются люди на на поездку до сутеп поездка на маршрутке стоит 60 бат то есть туда-обратно как раз моя двухсоточка и уйдет ну немножко наперекусить или купить там листочек желаниями хочу повесить доллары в таком маленьком у меня просто завалявшиеся десятка нашлась их нигде не хотят принимать в таком маленьком такую маленькую купюру если это не сотка то же самое с рублями рубли вообще не хотят брать что может быть все таки я найду где это можно будет обменять и у меня будет на сегодняшний день немного побольше денег вот такой у меня бомж последний день бомж туризм жду прихода денег на карточку надеюсь они сегодня свалятся потому что завтра мне пока даже нечем заплатить за такси в аэропорт да действительно в таиланд лучше ехать с долларами с евро потому что принимают карточки здесь много где можно так сказать больших магазинов но от минимальных 300 и 500 бат то есть это приличные суммы а в 7-11 например от 300 еще при этом не принимает мастер-карт а у меня только мастер-карта они принимают только визу соответственно нужно брать с собой наличку и это не рубли вот ну я лоханулась что теперь делать лох это нормально это значит что у тебя есть возможность стать умнее и чему-то научиться самостоятельно понять где ты ошибся в следующий раз так не делать вот она стоянка санкт-тео вот они красненькие все стоят находится возле северных ворот вообще плата фиксированная 60 бат мы сейчас узнаем вот все стоят в ожидании едут как говорится когда наполнится полностью весь весь санкт-тео короче какая-то дичь реально стоит 60 бат в одну сторону 60 бат в другую нужно дождаться чтобы набралось 10 человек и сейчас не набирается начинает разводить что типа до обратной там всего два часа можно провести то есть уехать на этом же санкт-тео куда и обратно но там всего два часа я не знаю нужно ли мне будет больше ну наверное поеду сейчас ждать как-то блин задолбался я уже полчаса сижу и кое-как набралось 8 человек ну короче мне пора надевать противотошнотные противотошнотные моей повязочки потому что потому что да сейчас пойду спрошу могу ли я сесть впереди ну круто что мне хотя бы разрешили сесть рядом с водителем это круто моя одна не хотя бы не будет укачивать не будет на укачивать еду впереди все остальные вот там сзади сидят еще кстати вот влезает вот кстати говоря поездку можно вполне совместить с освещением зоопарка потому что сам проезжает мимо и в принципе на обратном пути можно здесь остановиться и пойти сходить в зоопарк ну если конечно как на меня получилось туда обратно оплатить сразу на одном санктео наверно это вообще не вариант но в принципе можно здесь наверно все-таки выйти кроме поле не вот наatem в принципе я совсем не хочу понять вот все так что все а сзади вот это изучение то есть сзади сзади как сзади вот так вот вот Все, нас привезли на стоянку. Теперь есть два часа, чтобы осмотреть окрестности. Есть два способа подняться наверх. Это фуникулер за 20 бат или пешком 360 ступенек наверх. Я решила поехать наверх на фуникулёре, хотя он идет в туннеле. А вниз уже спускался и смотреть все красоты, потому что всего два часа. Где фуникулёр? Так, короче, вход стоит 50 бат. То есть 30 бат это вход и 20 бат это вход. Фуникулёр на веру. Вот прям возле фуникулёра тебе открывают вход. Ну, то есть ты сразу попадаешь наверх. Окей. Окей. Я сейчас купила билеты, дала тысячу и забыла сдачу взять. 950 рублей. Вовремя сообразила, но девушки мне ее приберегли и отдали. Так что без дураков, все честно. Ну, вот так, собственно, выглядит фуникулёр. Он идет в туннеле на самый-самый верх. Их, кстати, два. Вот там напротив тоже стоят люди в очереди. Лифт вмещает всего 20 человек. Поэтому, когда здесь дофига народа, выходные, можно очень-очень долго стоять и ждать путь свой наверх. Поэтому рассчитывайте на то, что, возможно, пешком наверх и обратно на пустом фуникулёре вниз тоже будет достаточно экономия времени. Ребята, вот в этом месте, вот здесь, в этом храме, находится центр медитации. И я здесь же хотела, ну, побыть, провести свой випассану, ретрит, пожить недельку в монастыре. Это здесь можно сделать за... ну, за донейшн, в общем-то. То есть здесь можно остаться и пожить. Ну, в среднем это выходит 5000 бат. Это чтобы обеспечить затраты на ваше проживание, на ваше питание, которые здесь предоставляются бесплатно. Но потом вы должны отблагодарить. Ну, в среднем считается, что 5000. Огромная территория монастыря, на самом деле. Туристам доступно немного. Туристы ходят в основном по одним тропам. Их не пускают на ту территорию, где ходят вот послушники, которые проходят випассану. Я говорила о том, что я хочу, хочу. Но не сложилось у меня в этот раз. Ни випассана не сложилось. Ни... Ну, ни всего остального. Ни массажа, ничего. Но я не жалею. Все прошло так, как должно было пройти. Вот эта лестница, которая ведет наверх. По которой я просто буду спускаться. Ну, не знаю, если тут 360 ступенек. Что-то, по-моему, обманули. По-моему, их тут нет. Так что фуникулер... Это неплохая история. Всего лишь 20 бат. Иностранцы должны покупать билет. Местные могут проходить сюда, естественно, во все храмы бесплатно. А сюда, вот, для иностранцев нужно... Нужно покупать билет. Не знаю, пустят ли меня в моих шортах. Сюда нельзя с голой шеей. Сюда нельзя в шортах внутрь ходить. И еще много чего нельзя. А я, в общем, шею-то могу прикрыть, но я... Хоть в длинных, но щиколотки у меня не прикрыты. Не знаю. Если не пустят, то не пустят. Я все пойму. Я все пойму. Но пока обойду по кругу вот это вот все. Вот, сколько обоих. Если боишься, можно вот положить в ящичек. Местные звонят в колокольчики. Это написано, не бейте в них. Но местные звонят. Загадывают желание, говорят. И звонят. Вот на каждом написано, не бить в колокол. Я сейчас хочу попасть на обзорную площадку, с которой видно Чанг Май и мой дом, которым я прожила эти две недели. Хотя чуть ниже тоже есть смотровая площадка, с которой видно, как взлетают самолеты. Но в пасмурный день отсюда сверху здесь очень низко опускаются облака и не видно вообще гордо. Но сегодня ясный день. Сегодня нам повезло. Чанг Май. И вот даже видно аэропорт. Вот с той смотровой площадки, которая находится по дороге чуть ниже. Деревья не закрывают. Так вид. И там прям вот, вот, чем-то балкончик там немножко выпирает над скалой. Так что если у вас есть возможность, то там остановитесь. Но такси Санкт-Эо не останавливается. Нет, не знаю, какой из них мой дом. Не пойму, не вижу. Хотя нет, вижу. Вижу, вижу, вижу. Вот я, короче, смотрела все эти две недели на эту гору. А теперь я с горы, смотрите. Вот он. Вот он, мой дом, в котором я живу. Да, в этом месте не понять сам монастырь, потому что это такая очень-очень туристическая история. Ну, в общем, прикинула светошье. Подняла воротничок. Плечи у меня не голые. Колени почти прикрыты. Вроде ничего не нарушаю. Вот так вот. Вот человек сидит в медитации. И не обращает внимания ни на какие толку туристов. Смотрите, туда бросают монетки. Вот видите, кстати, хочу вам показать. Смотрите. Видите, вот это приклеено кусочек золота. Здесь можно купить такую пластиночку золота. Я видела такое в Бирме на некоторые статуи. Прям наклеивают, короче. И они так вот прям залеплены. Даже не видно формы статуи Будды. Но здесь как-то такое я пока не вижу. Ну что? Вот такой вот храм. Солнце сейчас жарит вообще немыслимо. Сейчас сяду в тенечек. Вот так вот. Тут отсюда, наверное, получше будет видно. Наверное, сюда прикольно приехать на закате, когда это золото в режимном свете еще так светится. Ну не так вот просто бликуя, а как-то покрасивше. Можно купить колокольчик по 200, и он будет звенеть. Видите, ниже, ниже, ниже по одному добавляют. Кто-то будет звенеть, ваше желание. Здесь вот находится еще нефритовый, что ли, Будда. Серебряный нефритовый. Да, зеленый прям. Очень красивый. Вы знаете, в буддийских храмах, прежде чем поклоняться какому-то вообще конкретной статуе, вы должны были родиться в определенный день недели. Есть 8 статуй Будды, потому что, кажется, среда до обеда считается, и после обеда разная. Вот моя статуэтка Будды, это лежащий, да. Выяснить это можно, ну, отлислав какой-то календарь назад. Вот. Вот знающие люди взяли молитву, цветок лотоса. И... И что, и идут по кругу, по часовой стрелке, кстати говоря, всегда ходят. и крутят барабаны тоже по часовой стрелке. Периодически вот пагоду на какие-то праздники обматывают вот таким золотым сукном. здесь можно написать свое... свое имя. С хэштегами что-то. Амор Исалио. Фамилия Амигус. Кстати, много испанцев здесь вот, да. Сейчас, возможно, целый автобус просто привезли. Ну, сейчас я напишу тоже свое имя. Почему бы и нет. Да. Ну что, донейшин бросаешь, пишешь свое имя, и потом его вокруг пагоды обмотают. А вот здесь вот комната, где можно получить благословение у монаха. И потом в конце вам повяжут повяжут веревочку. Я не знаю, рискнуть ли мне в моих шортиках проползти или нет. Ну, попробуем. Я не знаю, что он там говорит. И что он спрашивает. Обрызгали водицей. Повязали веревочку с узелком. Не знаю, что там шептали. Ай, не знаю, что там пошептали. Но мне отчаянно хочется сейчас плакать. Вообще. Просто. Плакать хочешь? Хотя все хорошо от счастья. Ребята, я вот позади меня, внизу меня находится Чангмай, в который я ехала с определенными целями. Я об этом рассказывала даже. У меня было видео о том, что я здесь хочу научиться массажу, о том, что я хочу побыть вот в этом монастыре, где я сейчас нахожусь, пройти випассану, обед, молчание, неделю, сколько получится. На самом деле, я все эти дни провела, ничего не делая, не выполнив ни один пункт из того, что я собиралась. Но, знаете, я поняла одну вещь, зачем я все-таки здесь. Вот эти все пункты, это были... Ну, так часто бывает, что ты придумываешь себе что-то, зачем тебе это нужно сделать. А на самом деле, твой посыл, он совсем, совсем о другом. И вот мой посыл, просто я вернулась туда, где я была счастлива. я была счастлива здесь, живя две недели, шесть лет назад. Это вот как у Ремарка, да, мы возвращаемся куда-то, чтобы почувствовать запах той свободы, того счастья. Ну, может быть, недословно я сейчас говорю, но мы возвращаемся за ощущением счастья, которое у нас где-то когда-то было. И несмотря на то, что Чиангмай, вообще ни разу не курорт, меня почти каждый день спрашивали в инстаграме, а что это за курорт такой, почему ты купаешься в бассейне, не ходишь на море. Я объясняю, что здесь нет моря, а мне говорят, а зачем ты вообще приехала сюда, если здесь нет моря? Это сложно объяснить. Но в этот раз я приехала, да, потому что моя внутренняя душа требовала вернуться в то место, где я была счастлива, замкнуть, замкнуть этот луп, вот этот вот, превратить в церковь круг. И да, я уезжаю завтра отсюда с неким ощущением, что все правильно, все было правильно, я иду своим путем. Он только мой, поэтому он правильный в любом случае. Я не буду вам советовать приезжать в Чиангмай, если ну то есть я не буду вам советовать приезжать сюда ради достопримечательностей, ради монастырей, храмов, потому что это на самом деле есть в любой точке Таиланда. Вот. но если у вас будет такая возможность, подумайте, что возможно в этот город стоит заехать. Хотя бы на праздник Лои Кротонг, на профестиваль Пенг, которого нигде нету больше в Таиланде. А я сюда вернулась. Нет, не попрощаться с прошлым. Просто меня сюда позвала. Все. Пока, Чиангмай. Пока, пока, пока. Пока.